Право на судебную защиту Речь как раз пойдет об участии прокурора в судебных процессах Сегодня в нашей студии Андрей Немродов, заместитель прокурора Красноглинского района Очень приятно И вот с вашей помощью сейчас, наверное, разберемся в каких-то понятиях Мне кажется, каждому человеку все равно важно понимать вот эти пути реализации наших прав Но это очень сложно, не имея юридического образования Поэтому давайте для начала разберемся в понятиях Вот есть прокуратура, есть следственный комитет, есть суд И куда надо идти, если у тебя проблема, которую ты не можешь решить сам никаким образом Но мы уже договорились вначале, что мы не говорим сегодня об уголовных делах Поэтому, наверное, следственный комитет вычеркиваем из этого перечня Наверное, это, ну, в любом случае, когда-то это может и перерасти в уголовное дело Там, грубо говоря, из гражданских каких-то правоотношений Когда люди начинают уже злоупотреблять своими правами И может перерасти это в уголовную плоскость Поэтому, куда идти за защитой? Ну, банально скажу, можно к нам идти за защитой Вот есть комплекс органов различных, контролирующих органов Органов местного самоправления, государственных органов, правоохранительных органов Ну и, соответственно, судебная система В зависимости от проблемы, которая возникла у человека И если там требуется восстановление его каких-то прав Соответственно, ну, если это трудовые какие-то споры Для этого есть трудовая инспекция Мы рассматриваем трудовые споры Ну и трудовые споры, соответственно, рассматривает суд Человек, у кого возникла эта проблема Он там не ограничен каким-то одним органом Все равно на перепуте, получается, куда пойти, да? Да, суд, это судебное решение Потом в последующем его проблема будет воплощена, так сказать Который будет написано, кто прав, рассмотрит доводы все его заявления В соответствии, соответствуют ли его там доводы закону Не соответствуют, удовлетворят его требования Либо не удовлетворят Если не удовлетворят, то по какой причине Примерно то же самое И специальные есть контролирующие органы Которые также могут дать оценку Это, опять же, мы касаемо трудовых правоотношений Это трудовая инспекция Которая по обращению гражданина Проведет проверку в рамках его обращения И, соответственно, скажет, говоря простым языком Заслуживает оценку его доводы Я в плане того, что при принятии мер Предостерегут они виновное юридическое лицо Который, как по мнению заявителей, считает, что нарушает его права Либо привлекут какую-то ответственность к административной То есть не обязательно до суда сразу дойдет дело? Нет, не обязательно То есть у нас есть в этом плане другие органы Кроме судебной власти Андрей Александрович, я знаю, что в прокуратуру поступает множество заявлений от граждан Где они просят прокурора принять участие в рассмотрении того или иного гражданского дела Но при этом ведь не в каждом гражданском деле прокурор появляется Так вот, что нужно для того, чтобы прокурор захотел, принял участие в рассмотрении? На самом деле все на деле получается гораздо проще У нас с гражданским процессуальным законодательством предусмотрено участие прокурора в гражданских делах Где там определены категории Ну, говоря простым языком, это социальные категории Где привлекается обязательно прокурор Прокурор в процессе находится И, соответственно, потом по итогам того, как этот процесс идет Он дает свое заключение Подлежат ли требования гражданина истца Или не подлежат удовлетворению Прокурор, в свою очередь, возражает против удовлетворения требований Либо полагает, что необходимо удовлетворить Ну, вот если верить статистике То участие прокурора в гражданском процессе Это явление нечастое Вот адвокаты даже называли цифру 10% всех дел Которые рассматриваются Только там участвует прокурор Вот что это означает? Что граждане не знают своих прав И не знают о том, что можно попросить помощи прокурора Или что-то другое здесь? Почему не так часто? Ну, не совсем так Опять же, я говорю Роль прокуратуры, она больше социальная роль В части гражданского того же процесса Поэтому прокурор участвует в таких гражданских процессах Как восстановление на работе Как возмещение морального вреда Лишение родительских прав Ну, все, что связано в сфере Касаемо прав несовершеннолетних Восстановление в родительских правах Ограничение в родительских правах Ну, трудовое законодательство То есть восстановление на работе Прокурор принимает участие Прокурор принимает участие Кроме этого, еще в таких категориях Когда там необходима наша помощь Ну, условно говоря, либо суд нас зовет Либо мы сами идем в суд И все это в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Как бы прокурору не запрещено делать В интересах граждан обращаться в суд Ну, если это опять же его затрагивает Там жилищные какие-то его Пенсионные, социальные права Ну, вот смотрите, вы сказали, что либо суд вас зовет Либо вы сами идете А вот когда, я пытаюсь понять А когда граждане зовут? Вот не факт же, что ваше участие будет в соответствии Нет, граждане не зовут Опять же, я говорю, есть 45-я статья Гражданского процессуального кодекса Где четко написано, какая категория дел Если эта категория дел То есть, соответственно, рассматривается Между двумя гражданами Или гражданом и юридическим лицом Если она подпадает Вот под туп категории дел Перечисленных в 45-й статье Гражданского процессуального кодекса То, соответственно, сам суд И сам судья прокурора Привлекает в качестве третьих лиц Для дачи заключения Потом по итогам вот этого процесса То есть никаких здесь разночтений Есть закон, где все перечислено Есть закон, там все конкретно Я просто перечислять не буду Там довольно-то большой-большой Список перечень вот этих вот категорий Вот, это все в 45-й статье Гражданского процессуального кодекса Основная наша, как бы, вот, статья Есть, конечно, другие законы Ну, говорю, их много Перечислять не буду Хорошо, а вот если прокурор Участвует в процессе Прокурор это сила Суд всегда прислушивается К мнению прокурора Вот смотрите Нет, это На самом деле решение Только по убеждению суда принимается Не всегда суд может согласиться С заключением прокурора Есть такая практика? Да, это практика такая Действительно бывает То есть когда прокурор, например Полагает, что целесообразным Суд отказывает То есть, соответственно, мы уже Смотрим решение суда До того, как оно вступило в законную силу Смотрим, действительно ли суд Суд принял верное решение И приносим представление Если действительно оно было незаконным Там, если оно было законным Мы, как бы, не реагируем На это Ну, бывает Субъективно Какие-то неоцененные моменты Прокурорам И дано неправильное заключение Но это очень большая редкость Я задаю вам вопросы Может быть, немножко смешные для вас Но хотелось бы разобраться Именно во всех моментах Сейчас хочу поговорить Об административных процессах Вот смотрите С одной стороны В судебном процессе Участвует сторона Обладающая властными Какими-то полномочиями Ну, так С другой стороны Гражданин Не обладающий Такими полномочиями И вот, как мне кажется Здесь есть какие-то противоречия Определенные Причиной которых Перевес вот В более В пользу более сильной стороны Всегда ли Вообще Бывает ли решение В пользу Гражданина Если, ну, например Я не знаю Вот, как вариант Там, налоговая инспекция Трудовая инспекция Ну, какие-то Судебные процессы Бывают же С административными Мы в такие Судебные процессы Не привлекаемся У нас В части Если рассматриваться Какое-то административное Сказать заявление Когда Ну, это вот Банальный пример Могу привести Это вот Установление Административного надзора Лицам Которые находятся В исправительной колонии Которые должны В ближайшее время Выйти Из места Лишения Свободы И, соответственно В соответствии с требованиями Законодательства Об административном надзоре Им уже назначается Административный надзор В соответствии Там, с тяжестью Совершенного им Преступления Там По 86-й статье У нас Уголовного кодекса Административным Ицом В таком случае Является Начальник колонии Руководитель Исправительного Учреждения То есть Властная структура Как раз таки Да Вот Он Просит суд Назначить ему Гражданину Ну Соответственно Административный надзор Сроком На Такое-то Соответствие Законам И Административное Ограничение А уже непосредственно Когда Процесс Начинается Мы рассматриваем Это административное СКВ-заявление Смотрим Законно ли Он попросил Например 8 лет Административного Надзора А не 3 Например Действительно ли у него Он все Юридические факты Учел И у него Было тяжким Преступление Может быть Оно не подпадает Под эту категорию Может быть Мы ущемляем Права Лица В отношении Кого рассматривается Возможно И такое То есть Здесь Властные полномочия Как раз Силы не имеют Да И по количеству Ограничений Соответственно Можем ли мы Назначить Такие ограничения И имеются ли Для этого Основания Потому что Бывает такое Когда Руководство Исправительное Учреждение Просит Ограничения К примеру Ограничения По времени Либо посещение Питейных Каких-то Заведений При этом Мы смотрим Что у него Там Было совершено Действительно Преступление Действительно Ему Необходимо Назначить Административный Надзор Но Мы Будем Ущемлять Его Права Если Мы Дополнительные Ограничения В виде Запрета Нахождения Его В вечернее Время С 22 До 6 Утр К примеру Дома Поскольку У него Было Совершено Преступление В дневное Время И Он Совершено Не В состоянии Алкогольного Пьяния Тогда Это Не Подходит Сюда Ну Расскажите Много ли Работы Было У Вашего Подразделения В прошлом Году Как часто Прокурор Принимал Участие В административных И гражданских Процессах У нас Было Порядка Полутысячи Участиев За 2023 Год Это Всего Участия То есть И с нашим Исковым Заявлением Когда мы Шли И По категориям Которые Я говорил Где Обязательно Участие Прокурора Где прокурор Дает свое Заключение Вот из этих Вот 500 Дел Грубо говоря Которые Рассматривались В гражданском Административном Процессе У нас Дано 371 Заключение Обязательной Категории Заключения Давались Как я уже говорил Вот по административному Надзору Их большое количество У нас на территории района Два исправительных Учреждения Потом у нас Лишение Родительских Прав Это очень часто Тоже Мера Там как граждане Могут подать Исковое заявление Также и органы Государственные Органы Опеки И попечительства Могут Заявлять Ну и другие Там Ну а вот как в фильме В известном На что жалуетесь Да Вот Все-таки Преобладают Какие дела Ну всех по чуть-чуть Говорю Ну вот в основном Вот из таких вот У нас Большое количество Я вот взял С собой отчет У нас большое количество Лишений Родительских Прав Большое количество Установления Административного Надзора Это вот самое большое Количество Ввиду того Наша специфика Района Там у нас Два У нас Справительных Учреждения У нас Воселение Очень много Был Порядка 100 Дел Где Категои Подвоселение Попадали Но это очень много Связано с переселением Из ветхого Аварийного жилья Когда граждане Не согласны На помещение Которое им предоставляется И департамент Управления имуществом Орган местного управления Выходит С исковым заявлением О выселении Их И предоставлении Им Жилья Вот Про жилье Раз вы уже заговорили 2200 детей В настоящее время В Самарской области Детей-сирот Ожидают Решение Жилищного вопроса Вот И очень много Ситуаций Когда Ребенок После детского дома Получает Такие Это жилье И Находится целая Группа товарищей Которая ждет Этого момента И Какими-то Там Различными способами Жилья Этого Его лишают Ну Либо уговаривают Продать Жилье И потом Деньги Исчезают Моментально Либо Какие-то Другие Схемы Как часто Вам приходится Именно С детьми-сиротами Иметь дело Вот в плане Проблем с Жильем И с Отъемом денег Ну У нас У меня Лично На практике Такого не было У нас Предоставляется Жилье Детям Вот указанной Вами Категории В частной Собственность Сразу Не предоставляется И плюс Ко всему Там Соответствующий Патронаж Органов Опеки Попечительства И других Органов Если в последующем Необходим Какое-то Дальнейшее Реагирование С органов Опеки Они Соответствующие Другие Контролирующие Органы Ну Симнализируют Вот сейчас Наступает Период Отпусков Актуально Ли вообще Обращение На ненадлежащее Выполнение Услуг Тур-операторов Там На непредоставление Есть такая Категория Дел Вашей практике Мы так Не участвуем Это Права потребителей Граждане Самостоятельно Могут Обратиться Ну в этой сфере Правоотношений В суд И свои права Как бы уже Защищать Судей Ну Привлекать Представителя Это либо Самостоятельно Это не принципиально Могут Если они считают Да что Их права Как потребителей Нарушены У нас Государство Есть такой орган Роспотребнадзор Который права потребителей Тоже Нарушение проверяет Действительно Или не действительно Нарушены И у него Есть определенные Меры Которые он может Применить К виновному лицу Хорошо А вот если Нарушение Общих интересов Например Экологические Какие-то темы Незаконная Вырубка Массивов Незаконное Строительство Там где-то В микровойонах Вот в этих Целях Как бы Прокуратура В праве Если у нас Такое обращение Или такая Откуда-то поступила Информация Прокуратура В праве Организовать Соответствующую Проверку И если мы Действительно Подтверждаем Что у нас Нарушения Имеют место Быть То мы Либо с досудебными Мерами Это в виде Представлений Возбуждением Административных Дел Пронесения Протестов Либо В исковом Порядке Соответственно Мы Обращаемся В суд За защитой Нарушенных Прав Андрей Александрович А вот Наверное Может быть Раньше Даже Нужно было Об этом Поговорить А вот Сама форма Вашего Участия В гражданских И административных Делах Вот как Именно Что именно Вы делаете Какие формы Участия Прокурора Ну Опять же Если Истец Был Прокурор То соответственно Прокурор Как истец То есть Приводит все доводы Изложенные В исковом заявлении Поддерживает Своё исковое заявление Где-то Когда-то требуется Уточниться То он уточняется В рамках этого Своего Искового заявления Ну Соответственно Ответчик Контр Доводы Приводит Суд Дает ему Этому оценку И Выносит Решение То есть Либо удовлетворить Либо отказать Либо частично Удовлетворить Требования Прокуратуры Если же Это дела Обязательные Категории Где необходимо Участие Прокурора Как я говорил Уже предусмотренные В 45-й статье Гражданского Прокурального Кодекса То соответственно Суд Выясняет Все Ну Юридические Факты Имеющие Место Быть Представитель Прокуратур Соответственно Тоже Задает Вопросы Ну и Участливый В нем Деле Суд Не ограничивает Кого-то Задать Кому-то Вопрос Ну Гражданский Процесс Как Вот этого Требует Гражданско-процессуальный Кодекс И В конце Соответственно Прение сторон И заключение Прокуратуры А вот скажите Пожалуйста Если прокурор Подает заявление В интересах Других лиц Становится ли он Стороной по делу То есть Становится ли он Истцом Или ответчиком Ну конечно Истцом Да Конечно Прокурор Подавший Заявление Пользуется Всеми Процессуальными Правами И несет Все Процессуальные Обязанности Как истца Вот Ну за исключением Права заключить Мировое Соглашение И обязанности По уплате Судебных Расходов Это как бы У нас Не Законом Урегулировано Что Несет Прокуратура Никакие Расходы По оплате Госпошлины Прочих По платежей Оплаты Представителей А вот Если Прокурор Участвует В деле И становится Стороной По делу Как Близко Здесь Функции Прокурора И адвоката Реализуются Получается Вы защищаете Например Ответчика Действуете В его интересах Вы как будто Боего адвоката Ну Мы Представляем Да То есть Как сказать Мы в интересах Лица Которая Подпадает Под категорию Вы в чьих Интересах Можем идти Это Социально Извинимая Категория Граждан То есть Соответственно Сироты Пенсионеры Инвалиды Вот Мы В их Интересах Идем Как Исксы То есть Полное Это А уже Если Появляются Там Какие-то Представители Ну В вашем Случше Как вы Сказали Адвокаты То Адвокаты Соответственно Уже На стороне Ответчика Конечно Могут быть Если Это Не органы Власти Или органы Международного управления То они Адвокатов Не могут Привлекать У них Там Свои Юристы Которые Свою Позицию Держат Что касается Трудовых Спорах Во всех Ли Случаях Увольнение Признается Незаконным Нет Это Абсолютно Разное Это Очень Сложная Категория Дел Как Требования Как удовлетворяются Так же И отклоняются Это Ну Это Большой Как правило Процесс Долгий Судом И Сторонами Изучаются Все И опять же Нюансы Все Юридические Факты И после Этого Уже Принимается Решение Но Прокуратура В свою очередь Как Может В интересах Граждан Выступать Если Трудовые Права Нарушены Если Происходит Какая-то Невыплата Заработной Платы Либо Каких-то Там Других Там Платежей Которые Предусмотрены Законным Либо Установление Фактов Трудовых Отношений То Мы Такие Иски Направляем Это Частое Явление Мы Поддерживаем Исковые Заявления В суде В полном Объеме Вот Согласно Банку данных Самарской области Сегодня 755 детей Сирот Числятся В региональном Банке Скажите По каким Причинам Родители Лишают Родительских Прав Всегда Ли Если Уже Идет Процесс Всегда Ли Будет Лишение Родители Не Лишают Лишают Суд Родителей Родительских Прав Но Для этого Есть Это Крайняя Мера Как бы Даже В законе Так Указано Для этого Есть Перечень Обязательных То есть Условий При которых Суд Действительно Приходит К выгоду Что Необходимо Вот этого Родителя Одного Или Двух Сразу Лишить Родительских Прав Это Как правило Когда Родители Прямо Простым Языком Будут Говорить Не буду Перечислять Не буду Перечислять Из Семейного Кодекса Статьи Это Когда Родители Отказываются От воспитания Никак Не участвуют В жизни Ребенка То есть Не плачут Алименты Не навещают Не помогают Ему Ни Морально Ни Материально Никак Когда Какие-то Противоправные Действия Совершают В отношении Детей Либо Бездействия Наоборот И они Как правило Такие Родители У нас Довольно Таки Большой Перечень Органов Профилактики Такие Привлекаются К Соответствующей От Либо 5.35 Занедлежащее Воспитание И Осуществление Родительских Прав И Все В совокупности Дает Ну Основания Либо Лишить Либо Скажем так Отказать В лишении Суд Может Разъяснить Что В праве Ограничиться Ограничить Лишение Ограничить Родительских Права Если Все-таки Произошло Лишение Родительских Прав Что Дальше Происходит Ну Тогда Родители В отношении Которых Уже Судебное Решение Вступило В силу Они Все свои Права В отношении Этого Несовершеннолетнего Теряют Права Воспитывать Права Получать Какие-то Пособия Предусмотренные На воспитание Несовершеннолетних Детей Ну Опять же Там Целый Перечень Прав В общем Все это Все это Теряется Родителями Ну Соответственно Алименты Их никто Не отменял Алименты В любом Случае Эти родители Обязаны Платить На своих Детей То есть Содержание Ребенка Не Отменяется С лишением Суд Когда лишает Родительских Прав В любом Случае Алименты Назначает Если Этот Ребенок Помещен В какое-то Сиротское Учреждение Через Какое Время Родители Лишены Родительских Прав Через Какое Время Можно Будет Говорить Об усыновлении Такого Ребенка Полгода Уже Много Лет Как Существует Вот Эта Форма Участия Прокурора В гражданских И административных Делах А Менялось Ли что-то В функциях И полномочиях Прокурора За последнее Время Ну да Это Менялось Вот Та же 45 статья По которой Я говорил Гражданско-процессуального Кодекса Она Была Дополнена Третьей Частью В которой Говорится Что Прокурор Упать Еще И в Экономические Там Определенные Процессы Там Где Может Возможно Нарушаться Закон То есть Какой-то Притворный Сделок Когда Суды Втягиваются В какие-то Неправомерные Дела И Являются Одним Из Когда Их Используют Как Механизм То есть Неправомерных Каких-то Действий Это Делах По легализации Как правило Притворный Сделок Это Самый Частый Случай Скажите Для того Чтобы Дать Заключение Прокурор Не может Быть Человеком В кавычках Сейчас Говорю Потому что Можно же В ту или Иную Сторону Принять Решение Какая Работа Проводится Прокурором Для того Чтобы Дать Это Заключение Насколько Здесь Вообще Выключаются Эмоции Какие Механизмы Работают Ну тут Работает Не механизм А закон Мы Смотрим Все факты Подпадают Они под Те или иные Требования Закона И Плюсы И минусы Записывается Если преимущественно Минусы То соответственно Заключение Отрицательное Если плюсы То положительное Или наоборот Даже Как получается Если мы Рассматриваем Тоже Лишение Родительских Прав К примеру Если Там Мы Записываем Мы видим Что Ответчики Да Злоупотребляют Да В жизни Несовершеннолетнего Не участвуют Да Там Противоправные Действия Когда-то Совершали Даже В отношении Несовершеннолетних И таких Фактов Больше Чем Положительных Фактов Когда Там Могут Заявлять То что Да Там Мы Употребляли Но Мы Пролечились Там И таких Фактов Минимальное Количество То конечно Там В соответствии С требованием Закона Прокурор Просит Лишить Родительских Прав И дает Заключение Вот В таком Плане Немало Ситуаций Мы о них Слышим Когда Например Родственники Оформляют Опеку Над Кем-то Из пожилых Родственников Ну Соответственно Получают Их Пенсию И должны Ухаживать За этим Человеком Но Не ухаживают Сам Опекаемый Ну он же Лишен Дееспособности Если опека Оформлена Не совсем Наш вопрос Это уже Непосредственно Такой вопрос Над Органом Органом Опеки Они Потому что Уже Там В последующую Всю работу Это все Они ведут Этих людей Кто Мы только Можем Сказать Да Действительно Недееспособный Он Мы Приходим В процесс То есть Садимся В процесс Судья Как правило Назначает Если это требуется Экспертизу Экспертиза Проводится Говорит Что Да Действительно Отклонение Действительно В заключении О том Что Этот человек Недееспособный Тогда Мы Как бы У нас На 90% Оснований Полагать Что Действительно Человек Недееспособный Мы Полагаем Что рисковые требования Подлежат удовлетворению Либо наоборот Неудовлетворение Если Он Не признается Недееспособным По заключению А вот Что дальше Это уже Органы опеки И попчительства На самом деле Если Там дальше Его нарушаются Права Какие-то В отношении Его противоправные Действия Там уже Разбирается Непосредняя Остана Опека И Правоохранительные Органы Если там Более серьезное Что-то Ну и Завершая Сегодняшний Разговор Вот вы Как прокурор Что бы хотели Сказать Зрителям Вот Что нам Самим Важно Знать И понимать Пользуйтесь Своими Правами Прав Действительно У каждого Человека Много Но Главное Не злоупотребляйте Своим Своим Правом А прокуратура Будет на защите Так Так точно Благодарю вас За участие В программе Простыми словами Сложный Разговор Благодарим Наших зрителей За то Что они были С нами До свидания Редактор субтитров